Крэйзи настривы являются выключено в пятницу, как видимо, потому что мы на порозе выходных, и тому сейчас будем мотивовывать вас действительно встречать это и с радостью, и с посмешкой. Смайлыки, насылаем смайлыки. Да, Санни, Лавика, мы активно их шлем-шлем, и дальше говорим про посылки, которые будут доставляться нам с помощью дронов. Музыка на основе теннисных матчей. Сколько принес? Сколько? Человек, что с тобой? Як, я уявляю себя эскурникой, ты играешь с ней, я такой... Прилепите его немедленно скотчем. Так, да все, як, знай ты, як айтишник, и называют аккорды, что-то такое. А также, где найти снег летом об этом сумасшедшем вопросе мы будем говорить с руководителем проекта «Пролеский клаб» Андреем Волчинским. Он совсем скоро у нас в студии. Сейчас будем дослеживать скотч, обычный скотч, но не тот, который пьют, а тот, который клеится. На самом деле, все начиналось с того, что это был такой себе стартап. Отже, фарбовали автівки, звичайные автівки. И использовали для того, чтобы с одного кольора перейти на інший, а у той же часа была мода красить у два кольори. Звичайные газеты, паперовые, и при этом еще и налепки у селяки, например, пластер. И вот все это было некрасиво, потому что фарба налепала одна на одну, и все это было просто гидотно. И вот как раз винахидник каже, слушайте, давайте дослежимые селяки материалы. Например, будем брать, звичайно, паперовую стричку, с двух сторон будем клей делать, и таким образом она налепает, и можно потом фарбовать, а потом снимаешь тихенько. И ты бачишь, что очень ревно имеем как раз край фарби. И таким образом начали уже использовать тот же скотч, но уже в паперовом варианте. А потом как раз дослежимый говорит, давайте дослеживать другие материалы. И на основе полиэтилену они разработали тот скотч, который мы уже знаем сейчас, который уже имеет очень много клейки поверхности. И после этого, как только он это нашел, сразу пометили. И просто автовки начали приезжать величезными грузовиками, для того, чтобы, вантаживками, для того, чтобы запастись миллионами этих скотчей, потому что их можно было бы использовать будь-де. Да, часто использовали девушки даже для поломанных ногтей. Также использовали скотч для того, чтобы клеить, подклеивать книги, если они были порваны. И сегодня лего погроживало, что если будет очень много бла-бла-бла-бла-бла, то она заклеит мне рот. И вот как нужен нам этот был стартап. Кстати, основатель, все же, мы не сказали имя человека, сейчас думаю, стоит об этом сказать. Личард Дюрю, а первые его пробы пера в скотч-искусстве были проделаны в 1923 году. А я пропоную зараз переходить до музыки. Будем улучшать наши ту-ду-ту-ту аккорды. Отже, свертаемся до зерок, шановные зерки. Поясните нам, будь ласка, значение слова аккорд. 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 Это, во-первых, машина, во-вторых, в музыке есть аккорд. Ну, для нас, музыкантов, это... Какой так... Новая команда для собаки. Это... Спецзвучность, нот. Три звуча, грубо говоря, или может быть больше. Это что-то творческое, творческое... Аккорд. Еле струны дрожат на гитаре. Молчит, фортепиано оборвано флейтой. Вот как-то так. Control, delete! Та-та-та-та! Control, alt, delete! Я спела только что, вообще-то, если ты меня не слышал. Так, Ось, если вы натискаете эту комбинацию клавиш, вы порезавантаживаете компьютер, и при этом это называется в стартаповском сленде просто аккорд. А интересно, что аккорды теперь могут составлять и сочинять даже с помощью теннисных матчей. Так, ну, взагалі-то, якщо зараз брати сучасні, надзвичайно популярні кліпи, то Армін Ван Бюрен зробив вже кліп, який використовує цей звук, саме пинг-понг, пинг-понг. І якраз назвав цю композицію пинг-понг. Вже кліп випущений давно, набрав безліч лайків. Так ось, тепер по цьому шляху йдуть ті саме творці LCD Sound System. Вони будуть пропонувати писати музику, причому з вашої участи, беручи за основу теннисні матчи. Вони, причому, там створили спеціальний алгоритм, який буде вмикати ці матчи і потім переробляти їх на музику. А вот Джеймс Мёрфі, это тот, который придумал соединять момент спорт-искусства, так же еще и музыкальную деятельность. Он так же еще и предлагал мэру Нью-Йорка написать уникальные звуки для автоматов в метро. То есть для того, чтобы, действительно, турникет на каждой станції метро был так же музыкальным произведением. Интересная штука. Головно, щоб там луналі дівчата, Курнікова, наприклад, або ж там інші дівчата. А, це в смысл теннисного турніра, я мишу. Ну так, я ж там на початку програму роблю. Потому що звезды не їздят в метро. Ну а тим часом, за 55 хвилин, мы снова телепортовываемся у студию, у эту пьятничную студию. И будем дізнаваться, где найти снег влитку. Причому так, чтобы покататься на сноуборде. Про это будем спілкуваться и с керівником, и с основником проекта, который имеет назву Пролиски Клаб. Отже, будем вітати Андрея Волчинского у студии М1. Щих, щих, щих. Двигаемся ровно через час.